Дмитрий Пучков Александр Марченко Александр Марченко Сергей Визгунов Зомби 90-х Экстремальная эпидемия Январь 1990-х Военный самолет, несущий неопознанные военные таксические химикаты, отправляется на секретное задание. Он так и не долетает до цели. Алексей Михалев, его перевод в фильм «Побег из Нью-Йорка». Уровень преступности в Соединенных Штатах возрос в 4 раза. Некогда оживленный большой город Нью-Йорк превратился в тюрьму особо строгого режима для всей страны. Стена окружила целиком весь Манхэттен. Все мосты и водные протоки заминированы. Силы полиции США окружают тюрьму, как военный лагерь. Внутри тюрьмы нет охранников. Там только заключенный и тот мир, который они себе создали. Правила тюрьмы просты. Попав туда, назад ты не выйдешь. Павел Санаев, его перевод фильма «Класс 1999 года». В 1992 году в американских школах училось 543 767 учащихся. В некоторых городах большие районы были взяты под контроль молодежными преступными группировками. К 1997 году количество групп стало таким большим, что вышло из-под контроля полиции. Банды стали контролировать большие районы. Время действия 1999 год. Банды контролируют центр города Сиэтл. Эта зона названа зоной свободного огня. Школа Кеннеди Хай находится в центре зоны свободного огня. Полиция не заходит в эту зону. Там нет закона. Министерство обороны и Министерство образования принимают решение открыть школу и взять под контроль банды. Петр Карцев и его перевод фильма «Охотник за тенью. Часть 4». У нас мало времени. Что случилось с народом Квала и забрало время. Мало кто остался. Я это видел. И те, что живут, не понимают, откуда я пришел. Почему? Андрей Гаврилов. Его перевод фильма «Подъем с глубины». В глубинах Южно-Китайского моря находится подводная горная гряда. Ее каньоны столь глубоки, что в них могут спрятаться Гималайи. Никогда ни человек, ни какой-либо аппарат, созданный человеком, не обследовал эти глубины. На протяжении столетий бесчисленное число кораблей бесследно пропадали в этих водах. Эти исчезновения до сих пор остаются загадкой. Василий Горчаков. Его перевод фильма «Фантазм 2». Послушай меня. Этого не происходит. Мы оба проснемся. Это все сон. Это всего лишь сон. Нет. Это не сон. Автор сценария – режиссер Дон Каскарелли. Леонид Фолодарский. Его перевод фильма «Немезида 2. Небула». Война между людьми и киборгами началась 73 года назад. В 2027 году. Через 10 лет войну выиграли киборги. Они контролировали Землю, и люди стали их рабами. Юрий Сербин. Его перевод фильма «Класс 1999 года». Фильм второй. Замена. Город Бенч, на три гон. Понедельник, 9 часов 50 минут утра. Извините, я временный учитель. Не подскажете мне, где найти мистера Прайса, директора? Пройдите. Спасибо. Синетел Филмс представляет. Фильм Спиро Розатуса. Класс 1999. Фильм второй. Замена. Бартан Дахалов. Его перевод фильма «Киборг». Вначале наступил крах нашей цивилизации. Анархия. Геноцид. Голод. Когда мы полагали, что не может произойти уже ничего более страшного, неожиданно появилось страшное заболевание, которое щитовищной скоростью охватило всю планету. Потом мы узнали, что последняя группа ученых ищет средства, чтобы бороться с эпидемией и перестроить мир. Перестроить? Но для чего? Люблю смерть. Люблю нищету. Именно этот мир я и люблю. И Юрий Живов, и его перевод фильма «Возвращение живых мертвецов». Все события этого фильма подлинны. Имена героев и названия организации не изменены. Юнида. Поставки медицинского оборудования. 3 июля 1984 года. 5 часов 30 минут вечера. Американский восточный временной пояс. Субтитры создавал DimaTorzok